Ростельхознадзор обеспокоен резким ростом поставок цветов, в том числе зараженных из 10 стран ЕС, в числе которых Дания, Бельгия, Германия, Испания и Италия. Ведомство уже выступило с обращением к этим странам. Есть еще один повод для беспокойства. Это стоимость букетов с начала года. Она выросла в два раза, но тюменским салонам пока удается сдерживать цены. Тему продолжит Карина Закирианова. Цветочному салону Айка Петросяна три года. Удобное место в спальном районе. Разрекламированный сайт в интернете делают свое дело. Огромная витрина распродается за неделю. Мешают яркому настроению закупочные цены. Курс евро и доллара растет. А все цветы предприниматель напрямую заказывает из Эквадора, Кении и Голландии. Мы выбираем сами, с какой плантацией мы хотим работать, какая плантация нам удобнее. То есть непосредственно с агентами, которые там, и гораздо спектр шире и, естественно, дешевле. Чем если бы работать с тюменскими оптовиками. Поэтому цены в салоне повысили только на 30%. В остальных цветочных магазинах уже почти вдвое. Клиенты в связи с этим стали разборчивее и ищут, где подешевле, как это сделала Наталья. Да, это обязательно. То есть здесь цена намного ниже, чем в остальных магазинах. Здесь, это в оптовом магазине. Владельцы решили как продавать цветы в мелкие точки, так и самим торговать в розницу. Спрос оказался большим, но последний скачок доллара и евро все равно ударил по карману. Ведь подорожали не только цветы, но и фурнитура, транспортные расходы. Поэтому все чаще в салоне стали заказывать российские цветы с московских, сочинских и екатеринбургских плантаций. Не только розочка и зелень на данный момент, там и хризантемы они пытаются выращивать. Просто многие продукты, они сезонные, но не всегда получается постоянно ассортимент держать. Но розочка на данный момент, в принципе, по качеству, ну, конкурентно способна российская. И дешевле раза в полтора, чем голландская. С начала 2015 года доля цветочного импорта в Россию снизилась на 30-40%. Но отечественный ассортимент мал. Экзотику типа гортензии все равно вести из-за границы. Кстати, за рубежом цветоводы оказались не готовы терять российского клиента. Нашим оптовикам предлагают особое условие, так называемый стендинг. То есть это определенное количество каждую, если, ну, регулярные именно поставки в определенном объеме. То есть тоже они могут предложить там какие-то скидки, акции. Плюс они там тоже понимают, что нам тяжело. Они тоже стараются цену как-то более-менее держать. Продавцам остается надеяться на стабилизацию рубля, а также на высокий сезон. Праздничные дни, когда можно спрогнозировать большую выручку и большие продажи. Ближайшая дата – День матери в ноябре. Карина Закирьянова, Алексей Красных, Тюменское время.